Ну что, друзья, я тут убираюсь, ездил в магазин, закупился едой, купил всякого-всякого, много всего, и у нас тут подъехали друзья, сейчас я вам покажу, и привезли, вот такая забота, привезли что-то, сейчас узнаем, что. Это наш друг Мария. Привет, Мария. Так, что ты нам такое везешь? Пошли в дом? Оливье. Оливье, так. Нормальная русская еда наша. Так, и что еще? И по-американски чики нутон суп, но по-молдавски зама. Короче, суп с макаронами. Легче суп с домашним петухом. Вот так. О, еще с домашним петухом. Да, у Марии есть свой целый там огород. Да, тебе надо прийти и снимать там. Все, пошли в дом. Подожди, неси, все. Подожди. Смотрите, суп с плиты, можно сказать, горяченький, сегодня сделан. Вот это, друзья. Вы поняли? Вот, друзья, напишите в комментариях, есть ли у вас такие друзья, которые вот так вот заботятся. Вот домашний мясо, вот прямо, видишь, это домашний. Этот петух, наверное, вчера еще бегал? Да. Ну, все, все, его жизнь закончилась. Все. Так что для Тани, для детей будет только после самолета, только вот так будет. Класс, спасибо огромное. Мы ждем Таню. Еще пришли к нам еще гости. Принесли кукки, печеньки. Смотрите, сами испекли. Спасибо большое. Это круто. Хорошо, пойдем и поставь это вверх. Хорошо, где твоя мама? Вот они. Привет, Таня. Привет, Тима. Привет, Тима. Привет, Тима. Привет, Тима. Привет, Тима. Мы поговорим с кто-то? С тобой. О, с нами? Спасибо за кукки. Мы не можем так много приготовить, но на least что-то светое, хорошо? Нет, это было очень светое. Спасибо. Мария уже готова? Да. Хорошо, спасибо большое. Чтобы она доехала с Богом. Да, да, окей. Все, а она в семь вечера. В семь вечера, окей. Большое спасибо. Мы любим тебя, на least что-то. Да. Внимание. Главное внимание. Да, еще это внимание. Может быть, ты не дает, но все это внимание. Все, вот такие, друзья, вот такие вот у нас друзья классные, представляете? Вот так вот. Большое спасибо. Тима, не думай ставить. Давай. Не, не буду, конечно. Зачем я это записываю? Разве я буду это ставить? Не может такого быть. Стать. Все, пока. Все, пока. Уликай. Так, ну что, у нас получился супчик, салатик, угощение на ужин на сладкое. Просто чудесно. Большое спасибо, друзья. Я тут тоже некоторые уже несколько количества дней тоже занимаюсь. У меня появилась идея просто сделать приятно жене, приятно. В доме было хорошо. Мы живем в этом доме сейчас, как вы знаете, в аренде. И не хотелось ничего-то тут как бы на стены вешать, еще что-то. Потом я спросил, думаю, ну чтобы не портить стены, когда съезжать будем. И мы думали, что будем, ну неизвестно сколько мы будем жить. А я сейчас думаю, ну что мы будем, мы тут кто знает сколько на самом деле будем жить. Думаю, надо такие сделать, украсить, чтобы чувствовалось оно более уютно, как дома. И, в общем, я занимался некоторое количество прям дней, занимался украшением дома. Сейчас вам просто чуть-чуть покажу, я тут еще не добирался в процессе, но покажу, как оно вот получилось. Вот, в общем и целом. Ну или давайте так, я сейчас доубираюсь чуть-чуть и просто покажу хотя бы одну комнату тут как что. Вот. Сейчас я тут ездил, купил еды, это сейчас разложу ее, в общем, мыл, холодильники, мыл тут, ну мыл все. Ну, короче, готовлюсь к приезду, чтобы зине было приятно, детям было приятно. Вот, такие дела, так сейчас все доделаю и покажу. Я несколько сделал вещей, украсить для ваших дом, как я сказал. Вот, и, ну давайте посмотрим, короче, что из этого вышло. Я распечатал всякие фотографии, вот, и поставил их, ну, в разных местах, собственно говоря. Вот, повесил тут у нас над кроватью. Видите, такие фотографии сделал. Вот это с нашей свадьбы, с нашего ангейджмента. Фоточки разные, классные. Чтобы было красиво, чтобы нам напоминало, какие мы были молодые, красивые. Вот, чтобы не забывали об этом. Тут вот поставил маленькую такую только фоточку, напоминание. Тут с этой стороны жены тоже делали фотосессии мы с нами, когда был engagement. Вот, фотки тоже поставили такие. Ну, и везде прибрался. В ванной тоже у нас тут обычно такой некоторый бардак был. Вот, тоже поставил несколько фотографий. Оверей. Ну, тоже поставил фотографии. Видите, прибрался. В общем, все везде помыл, почистил. Короче, готовимся. Так, давайте пойдем по коридору. Смотрите, в коридоре тоже повесил наши фотки. Просто семейные. Тут с работы. Просто я, Тимоша, Ева. То есть все наши такие фоточки, не знаю, которые понравились. Вот тут мама с Тимошей. Тут они всей семьей. И вот так вдоль, собственно говоря, лесенки просто повесил. В таких вот рамочках, мне кажется, красиво. Тут картина. Это мне когда дарили, это на мой день рождение. Это мой город, Нижний Новгород. Вот повесили мы тут. Так. Тоту повесил тоже картину. Просто какая-то была у нас. Нравится она нам. Вот. Фотки повесил. Тут Тимошкин. У нас любит технику. Всякое вот. В разной технике его сфотографировали. Вот. Тут у нас картина. Вот эта Тимоша делал. Евина в ее комнате висит. Вот. И вот как они ее даже делали. У меня есть фотографии, как Ева свою делала, Тимоша свою. Вот. И, собственно говоря, повесил их. Вот. Так. Заходим в комнату. Распечатал вот парочки Евина фотографий, которые в школе ей делали. Она такая красивая девочка. И на этой фотографии, и на этой фотографии вот распечатал. Вот. Тут тоже повесил. Фотки просто наши. Это... Не помню, чей-то день рождения мы на Тимошин праздновали. Ходили на ферму. Собирали всякие ягоды. Вот. Распечатал такую серию небольшую. С этой стороны у нас получается тоже фотки. Тут мы ездили с друзьями в Северную Джорджию когда-то. Вот. Распечатали такую серию небольшой фоток. Вот. Тут вот тоже в Северной Джорджии ездили. А-а-а. Тут опять наши детки. Разные, веселые. Хе-хе. Вот. А тут это с Little Big мы когда делали эту передачу. Помогал я вот. Сфотографировались всей семьей. Тоже здорово. С этой стороны смотрим. Так. Фотографии повесил я вот такие тоже. Ну, все семейные. То есть понятно какие еще. Детки. Мама с детьми. Я с детьми. А-а-а. С этой стороны тоже самое. Я с женой. Детки, детки, детки. С мамой, с мамой, с мамой. Тут вот готовлюсь к приезду. Собственно говоря вот стол. Организовали вот такой. Организовали. Организовал, да? Вот. На кухне, на стоечке. Организовал вот такую тут картину. Это цветочки Евочки. И маме, чтобы были цветочки Евочки. Тут написана такая штука прикольная. Если ты покормишь их, они придут. Вот. Смешно. Евочкина фотография. Открыточка тут. Вот. Я жене писал. И вот фотография наша. Дом. Это там, где я с тобой. Вот. Собственно говоря, так. Вот. Все. Подготовились. Тут тоже вот повесил фотографию нашу точкой. В общем, везде-везде так украсил, скажем так. Сделал более уютно. Еще раз. Дом не наш. Поэтому мы так. Ничего тут не облагоражили. Честно сказать, мы и облагораживатели-то такие. Ну, не очень. Знаете. А то тут просто, думаю, надо жену порадовать. Для чего я все это сделал? Еще раз. Несколько причин. Первое, что. Порадовать жену. Показать, что она цена. Показать, что я ее люблю. Что скучал. По деткам скучал и так далее. Вот. Сделать приятно, конечно же, в доме какое-то обновление. То есть, жены два месяца не было. Вот она приезжает. И тут такие, как бы, красивые вещи сделаны. Все приятно. Я думаю, ей будет приятно. Со столом то же самое. То есть, все мыл, чистил, да, украшал. Все для того, чтобы было праздничное отношение у жены к возвращению домой. Потому что, если мы погрызаем в рутине, вот я за собой заметил. Ну, приехала жена, тут все грязно, не убрано. Я уставший, раздраженный, да, там, еще что-то. Ну, она скажет, нафига мне в такой дом возвращаться. Ну, я не хочу, да. Вот. Поэтому делаю так, что стараюсь от всей души показать, что тепло, любовь, заботу. И тогда и отношения будут, ну, как бы, у нее ко мне лучше, у меня к ней лучше. То есть, я вот все это и готовлюсь. Соответственно, переживаю, да, стараюсь. И, ну, как бы, с любовью это делаю. И просыпается больше чувства. Потому что, если так относиться, ну, приедет и приедет. Сама все уберет, как раз, типа, не было грязно стало, да. То, ну, это неправильные отношения. И, соответственно, отношения в семье будут неправильные. То есть, нездоровые, как бы, плохие. Поэтому, просто, ну, как, как, примерно, лично в опусе, да. С вами делюсь. То, как встречаю жену после долгого, долгого разглога. Ну, как бы, как относительно долго, да. Понятно, что, там, не пошли, там, года или еще что-то. Вот, ну, долго, долго. Хотя, я вам еще скажу такую штуку, интересную. В связи с тем, что вот такая разлука произошла, это достаточно опасно. Почему? Потому что, вот, она там с детьми пожила одна, могла почувствовать, о, там не и без мужа хорошо живется, нафига он вам нужен. Я пожил тут, попутешествовал, поездил, расслабился, спал, когда хотел. Вставал, когда хотел, делал, что хотел, в чистоте там все содержал, да. То есть, ну, дети там не мешали еще. И тоже можно так подумать, и сказать, что нафига нам все надо, я лучше буду жить один, и как бы, и одному хорошо, вот. Так что, это такая опасность, лучше надолго не разлучаться. Ну, две такие, то есть, стороны. Вот одна, что лучше не разлучаться, пусть опасно, а другая, что иногда вот разлучишься, и ты начинаешь заново чувствовать, как, ну, человек тебе дорог, как семья тебе дорога, и все такое. Вот. Ну, такое небольшое отступление. Все, буквально вот скоро мне надо выезжать уже в аэропорт. В семь часов прилетает самолет, но прикол такой, что сейчас будут пробки, то есть, пять, шесть, семь. В пять часов самые жесткие пробки. И мне нужно за три часа выезжать. То есть, вот мне ехать по-нормальному до аэропорта, где-то, вот вообще без пробок, пятьдесят минут. Вот прям встал и поехал просто. Но по пробкам это будет, скорее всего, два с половиной часа. Вот так. То есть, мне нужно, можно сказать, за три часа выезжать, на всякий случай, чтобы не опоздать. То есть, за три часа это можно с Нью-Йорка до Атланта долететь. А тут из-под Атланты до Атланта до аэропорта три часа доехать. Представляете? Вот. Так что так. Ну все. Я готов. Все готово. Пища готова. Дом убран. Все чисто. О! Сейчас. Короче, пойду еще траву покажу. Потому что надо покосить. Ну и все. Это будет прям. Все будет идеально. Здорово. Возвращается домой жена. Очень рад. Ну что, друзья. Выехал деду в Атланту. В аэропорт. Выехал заранее. Еще раз. На всякий случай. Чтоб было времени. Я никуда не торопился. Кстати, надо в этом даже потенциально заправиться. Хорошая была бы идея. Купил тут и жене и детям чуть-чуть покушать, попить. В общем, в Панеру-Пред заехал. Купил целый пакет еды. Знаю, что дети любят какой супчик. Если вдруг они советуют. Идут с аэропорта. Голодные. Чтоб было сразу перекусить. Жене тоже тут и кофе купил, и бутерброд купил. В общем, всем все купил. Вот. Деткам тоже суп. Какие-то еще тоже тут булочки. Вот. В общем, чтобы все комфортно ехали домой. Дома есть, чтобы покушать. Но мы пока доедем. Еще раз там может полтора часа пройти. Два. Кто его там знает, сколько времени займет. Чтобы все вставшие, расслабиться могли спокойненько покушать. Вот. Закупился. Ну так. Ну вот. О! Вот смотри. Вот. Чего я как бы и ожидал, собственно говоря. Все. Приехали к пробке. В 7 часов самолет прилетает. Ну и вот в 5.22. Вот в 5.22 я уже вот в пути. В принципе, даже какую-то часть пути проехал тут небольшую. Ну еще раз. Просто знай Атланту лучше заранее приехать. А знаете, вот что думаю. Важно, важно, важно вот в семейных отношениях поддерживать друг друга и помогать. И вот так помогать, знаете, как с любовью. Но я хочу сказать, что обе стороны должны быть участницами этого процесса. То есть, допустим, сейчас я вот сделал, да, все эти там красивые штучки дома. С надеждой, безусловно, с надеждой, да. То есть, что жена приедет и похвалит. Так вот, я не знаю, если это у всех мужчин или нет, или может быть только у меня такое. Но похвала жены, она стоит прямо вот многого. Вот прямо многого. То есть, я думаю, даже не все женщины понимают, насколько эта похвала важна для нас. Вот просто в моральном, ну как бы вот в моральном таком понимании. Причем, есть такая еще штука, что вот когда ты, ну, много чего-то делаешь, женщины к этому привыкают и не благодарят вот какое-то, ну, само собой разумеющееся. То же самое и с нашей стороны. Когда женщина там постоянно готовит, постоянно убирает, и мы ее не благодарим, оно тоже становится так нудно и неприятно. Ну, типа, все привыкли, и как будто это обычное явление. И мы друг друга не благодарим, и получается, что, ну, даже может и обида накапливаться, и расстройство, и просто, ну, а зачем стараться, если мне никто даже спасибо за это не скажет. Ну, типа, само собой разумеющееся, да, такие вещи. Но я скажу вам, это очень важно, и вот, ну, я даже вот сейчас это понимаю, что я хочу, вот прямо, то есть, хочу, но сказать это вот вслух, сказать жене, что, послушай, я старался, ну, похвали меня, оно как-то тупо. Ну, даже вот если не так, ну, как-то намекнуть или что-то, ну, я не знаю. То есть, вот, если оно само произойдет, это супер-классно, я буду просто вот счастлив. Если произойдет такое, что, еще же может быть такое, что она приедет уставшая, с перелетом, куча эмоций, там, все, ну, там, и, допустим, ляжет отдыхать, там, спать, а потом на следующий день уже встанет, ну, уже, типа, все это увидел, что-то же благодарить. И оно такое тоже может быть. И знаете, ну, то есть, такой маленький опасный момент, и если его пропустить, то, ну, в следующий раз, а зачем мне стараться в следующий раз, если, ну, все равно никто этого не замечает, да, вот, то старайтесь такие вещи друг к дружке не забывать, как бы, замечать, да. То есть, вот, жена тоже, кстати, это же такой же прикол у женщин, когда они ходят, покрасятся, там, волосы подстригут, еще что-нибудь, да, ногти накрасят, а мы не замечаем. Вот я думаю, что это точно такой же эффект. Типа, какого же фига я тогда буду это все делать, ну, типа, для тебя, да, для семьи или как-то, если ты этого даже не замечаешь. И я это понимаю, у меня вот есть такая, ну, часто такой косяк, что я тупой не замечаю, не обращаю внимания, не благодарю. А жена намекает, что, типа, ну, типа, скажи, как. И вот сейчас я это, вот я сейчас в той ситуации, когда я понимаю, что мне тоже хуй сказать, ну, скажи, как, тебе понравилось? Ну, что я сделал, да, как все, подготовился к тому, приеду. Потому что, видите, тоже, реально, я готовился, реально, наверное, недели-полторы. То есть, заказал там и фотографии, заказал и эти рамочки какие-то, потом поехал купил. Я же еще и машины подготовил тоже, ну, вот тут не видно, но я обе машины помыл очень там четко. То есть, они все чистенькие, насколько это может вообще быть чистенько. На машине, в которой жена будет ездить, да, я там вообще поменял резину в круг. То есть, новую поставил резину, новые поставил дворники, поменял масло. Ну, в общем, сделал такое неплохое ТО, вот. Ну, потому что там просто, как бы, шла, подходило, как бы, время для этого. И я вот машину просто очень хорошо подготовил для того, чтобы было все, как бы, машина, чтобы мне была готова. Вот. Ну, в общем, посмотрим, посмотрим, что будет. Рад и доволен, что семья возвращается. Мы давно так долго не расставались на такой большой срок. Вот. И такое. Ну, я скажу, конечно, я за это время отдохнул просто, ну, вы видели, я думаю, многие мои видео. На самом деле отдохнул больше, чем за всю свою предыдущую жизнь вместе взятую. То есть, я поделал все, о чем я только мог мечтать, на самом деле. Ну, вот единственное, что не прыгну с парашютом, но это мне в последний момент в голову пришло. На самом деле, это такая штука. Ну, как бы, можно в любой момент сходить и сделать. Вот. А вот эти все остальные вещи, которые поделал. Иногда в большом каньоне сплавлялся, самое это главное, что 12 дней. Вот это вот круто самое. Вот. И потом по горам походил. Ну, то есть, и на горных велосипедах начал кататься. И все. И в тренажерозвал ходил сколько вообще душе было угодно. Конечно, это вообще здорово. Безусловно здорово. Вот. Ну, сейчас семья вернется. Записали. Уже деток, кстати, я ездил, тоже записал на музыкальную школу. И Еву, и, кстати, Тимошу записали на пробный урок на фортепиано. Ну, сказали так. Ему 3 годика. То есть, мы просто спросили. Я говорю, можно? Они говорят, в принципе, с 3 лет они берут. Ну, типа, если ребенок может усидеть. То есть, там, полчаса, да, нужно усидеть. Вот. И мы его взяли пробное занятие, попробовать, если он сможет усидеть. Сможет, то будет. Если нет, то, как бы, ну, пока не будем. Вот. А также их записали обоих на гимнастику. И Еву, и Тимошу, вот, два раза в неделю на гимнастику. То есть, вот тоже будем на это ходить. Ну, и как-то так. То есть, посмотрим, что там еще интересненького они захотят делать. Вот. Я надеюсь, что потенциально захотят там Еву продолжить изучать языки. Или, может, мы думаем, там по субботу есть класс русского языка. То очень-очень бы хотелось, чтобы она хотела ходить. Мы раньше ходили, а потом ей разонравилось, и она не стала ходить. К сожалению. Посмотрим. Еще я купил курс обучающий, как научить детей самих учиться, чтобы у них была и инициатива, и желание, и умение учиться. Честно говоря, русский курс купил в России. Это московские там ребята делают. И заплатил за него, не поверите, тысячу долларов. Вот. Но я... И там и для родителей обучающая программа, и для детей. Вот. Я... Мне очень понравилось. Я прослушал курс лекций бесплатных. Они там делали на Фейсбуке. Как-то там вышла у меня эта реклама. Вот. Я прослушал там неделю курс этот. Мне очень понравилось то, чему они учат. Я, тем более, систему запоминания чисел, там, и чисел, и дат, и имен. Такую уже изучал сам. Вот. То есть, ну, знал, о чем они примерно говорят. И вот на основе этого они учат там детей учиться. То есть, класс такая тема. И там, ну, целый курс, годовой курс этого обучения. Я не знаю, ну, для всего этого нужно учить усидчивость. Вот. Я усидчивость тренироваться такие нашел. Вы знаете, я в видео своих говорил, я очень боялся, что я начну и потом это брошу. Но вот уже больше полгода я занимаюсь, и все, все удачно. То есть, я занимаюсь прям четко и серьезно. И не бросаю. И мне это очень нравится. То есть, мой характер, видимо, меняется. Я в себе начинаю вырабатывать какую-то силу воли. Потому что правильно питаться и тренироваться, это для меня было самое тяжелое, на самом деле, испытание. Так что я надеюсь, что, может быть, у меня сейчас и хватит усидчивости начать заниматься вот с Евой. И с иному изучать вот эти вот, как учить детей правильно. И посмотрим, может быть, я бы очень хотел ее вот обучать правильности и самостоятельности в обучении. Там именно учат, как разбирать учебники, как учить там запоминать. В общем, очень много безумного интересного всякого-всякого. Если она у меня каким-то образом пойдет, проблема в том, что она на русском языке. И то есть, Еве все-таки на русском языке тяжело. Но вот сейчас она после двухмесячного, как бы, пребывания в России, она вернется. Может быть, ей все-таки, ну, у меня получится заинтересовать ее. Тут самое главное заинтересовать. Если получится, то, ну, мы, может быть, потенциально сможем что-то изучать. Если нет, ну, блин, придется, наверное, мне даже на английский это переводить как-то. И пытаться на английском ее, как бы, попробовать. В общем, посмотрели они, представьте, Нижний Новгород, Москва. Причем рейсы не очень удачные. Там рейс-вылет, получается, из Нижнего Новгорода, по-моему, в 7 вечера она вылетала. Прилетела она там ночью, ну, вечером, получается, в Москву. А посадка на самолет из Москвы аж в 5 утра. То есть, вот всю ночь там с детьми, с двумя. Представляете? Ну, ужас, не поспать. Потом она летела в Нидерланды. Из Нидерландов в Лондон. Из Лондона прямой уже рейс Лондон-Атланта. То есть, очень такие дурацкие рейсы. Вот. Тоже посмотрим, как они тут сядут, как, что. Ну, если что, там, в какой-то момент включу камеру. Снимем их впечатления. У деток, особенно, вот хочется спросить. У девочки. Тимошку хочется обнять, девочку поцеловать. Вот она, красавица Атланта. А вот она, красавица Пробка. Эх-х-х-х! Ах! Ах! Эээ. Подъехали к аэропорту. Всё... Мы таки приехали с запасом, но всё было не так плохо. Красиво, говарки monte страны. приехали на парковку час три доллара два часа шесть долларов недорого кстати да ну что пришли здесь встречающих группа это у нас интернациональный получает нет интернациональное место где все интернационально разгружается народ встречается обнимается целуется смотрите сколько багажа нормально так чемоданов в аэропорту то же практически все в масках интересно кстати смотрите какая прикольная кто-то сделал вывезду такое добро пожаловать домой классно что прошел час момента посадки что-то они до сих пор не выходит а самолет проверил что сел даже раньше там на 10 минут чем планировался что-то их нету прям как-то у меня даже становится вот телефон не отвечает жены я думаю дети посадили его скорее всего и зарядить его негде было то как бы не дозвониться но не знаю ждем короче друзья прошло два часа с момента как сел самолет типа жена наконец-то мессенджер написала что типа они все ли все нормально но я не знаю почему столько времени спустя говорит что у них проверяют проверяют багаж типа весь разбирают и полностью проверяют не знаю что так он говорит что займет полчаса ночью сижу на полу сижу просто устал стоять жду а то я уже в какой-то момент при переживать начал что-то может случилось но вот отписали что нормально долгий продолжай ждать ура друзья они приехали смотрите мои ребятки ого ничего себе я вижу солнца привет какой ты большую ничего себе так ну что пойдемте потом будем общаться дайте маска автобус говорить ну что как дела как вы летели бабушка моя твоя мама твой мам твоя мама купила мне так прождали мы тут два часа ну вот 10 долларов просит за стоянку собственно да все мы друзья едем домой смотрим ночная атланта а в россии просто поле красиво кимушка ничего себе может смотрит девочка тоже все вся семья сборе наконец сколько можно ага вижу красиво там да можно путешествовать как игрушки путешественницы все разбежались и вот собралась семейка наконец-то уставшие довольны собой мы едем домой больше двух часов короче ждал я что-то как-то так вышло вот друзья почему я больше всего соскучился с детками поиграть один ребенок тут с ним играешь второй ребенок там за столом сидит кушает супик супик а то дома было пусто и неуютно а вот теперь полная чаша все на месте все на месте жена на месте это просто несказанно несказанно радость смотрите что на стену а ну что на стену а ну что на стену скажи что то что это что тут фотография фотография да у тебя машинка ага машинка вижу крутится она да Ну что, Юш, тебе понравилось? Понравилось дома? Фотография. 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 В шоке. Фотография. Фотография. Не вкусно. Фотографии есть. Дети вернулись в дом. Фотография. Какое ты видел? Фотография. Ее по-русски разговаривает. Такая. Классная. А покажи, кстати, покажи зубик. Друзья, вы вообще, представляете, смотрите, ей в зуб вставили бриллиантик. Вообще, это что за... Это не настоящая, это просто наклейка. А, это наклейка? Она снимается? Так, а если ты её поковыряешь-то. Ага, понял. Ну тогда ладно. Да, он такой у неё... А у тебя что, тоже? Они сделали, чтобы он... Зубики, да? Ага, понял, ну классно, да, ничего себе. Короче, я в восторге, переживал, что долго не шли, с самолёта ну всё нормально, всё нормально, жена пошла в душ, уставшая спать пойдут, вот так вот, класс. Это здорово. Ой-ой-ой. Здорово, что вы вернулись, я так рад. Здорово, что вы вернулись, потому что... Потому что я с папой моим могу быть. Хе-хе. Хе-хе. Вот так. Хе-хе. Всё. Хе-хе. Ей! Хе-хе. Хе-хе.